Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Павел Белявский. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных, сегодня в выпуске. Дом, в котором живет добро. У Кобринской детской деревни юбилей. На протяжении двух десятков лет дети здесь согреваются вниманием родителей-воспитателей, находятся под надежной защитой любви. Главная новость недели. Глава государства подписал указ о дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей. Что предполагает указ, а также кто и когда сможет претендовать на получение так называемого семейного капитала. Огни большого города. Брест готовится к новогодним и рождественским праздникам. А волшебники иллюминаций и светящихся шаров и бабочек готовят берестейцам новые сюрпризы. У областного краеведческого музея коллекция гравюр Анатолия Калашникова. У брещан трионали «Мир и война». В Бресте во второй раз пройдет международная выставка-конкурс малых форм графики и экслибриса. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. В тот день, когда мы с полной ответственностью сможем сказать, что все дети планеты – наши дети, на земле во царица мир. С австрийским врачом Германом Гмайнером, человеком, который создал систему СОС детских деревень, нельзя не согласиться. Первое подобное учреждение было открыто в 1949 году. С тех пор прошло немало времени, а брошенных детей по-прежнему много. Не минула эта беда и Беларусь. Только в Брестской области функционируют Бытинский, Кобринский и Дивинский детские дома. Порядка 40 домов семейного типа. Ястребельский и Пинский дома-интернаты. В 1994 году была открыта первая детская деревня в городе Кобрине. Скептиков, которые говорили об абсурде идей в те годы, было достаточно. Скептиков, которые утверждали, что нет такой профессии – мама еще больше. Но, вопреки всему, сегодня Кобринская детская деревня живет. И живется в ней весьма хорошо. Тем малышам, подросткам, юношам и девушкам, которые уже знают, что такое одиночество. О людях, посвятившим себя детям. О любви, доброте и нежности. О Кобринской детской деревне. Первый материал выпуска. Детская деревня в городе Кобрине уже два десятка лет – не просто место, где живет много ребятишек. Это достопримечательность районного центра. Красиво смотрится она весной и летом, а зимой просто волшебно. Вечно зеленые туи и елочки, детские площадки, припорошенные искрящимся снежком уютные коттеджи. Как будто пряничный городок и сказок «Братьев Гримм». Но это уже не сказка, это реальность. За стенами домов живут большие, крепкие семьи, дети и их мама, у каждой из которых 8-10 детей. Они осознанно решили стать родителями-воспитателями. Не ради выгоды, а по великому женскому предназначению быть мамами. Они здесь не работают, они здесь живут. Это не работа, это просто великие женщины, которые самым главным целью в жизни ставят любовь к детям. И многие из них, которые пришли уже 20 лет назад, проработали очень долго. Сейчас у нас работают три мамы, которые 20 лет, и мама, которая 19 лет, и 17, 18. То есть они настолько прикипели душой к этим детям, что другой просто жизни они и не видят. Женщины, которые 20 лет проработали, они воспитали 19-20 детей, да? Это какое огромное сердце надо иметь, чтобы разделить. Вот любовь по кусочку дать всем. А теперь они еще всех согревают своей любовью. И тех, кто выходит замуж, и женится, принимают, и внуков уже любят. Ну, вот такие великие женщины. Рассказывать об юбилее, не рассказать о мамах и их детях, это значит не сказать ничего. Поэтому наша съемочная группа перво-наперво отправилась в тот дом, который нам приглянулся. Оказались в многолюдной, многоголосой семье Земфиры Ивановны Димакиной. Сегодня у этой милой женщины шестеро деток. Стыдливая пряча слезы рассказывает, что четверо их забрали на усыновление. Но тереть слезинки есть кому. Маленький Марк, Маргарита и Александр, Кирилл и Ксюша готовы и пожалеть, и помочь. Ведь маме плакать нельзя. Она у них самая-самая. Мама хорошая, добрая, вообще. Что даже ни разу не ругается? Такая добрая, только хвалит, да? Не, ну, скажет, если что-то плохо сделал, но особо не ругается. Нет. Мама заботливая, ласковая, нежная, никогда нас не оставляет. Любящая всегда нас. Яркая, красивая, естественно. И самое-самое лучшее на свете. Зимфира Ивановна мечтала о большой семье. Так уж сложилось, что семьей стали дети, которым она отдает все себя. Не по частям, а целиком. Обязанностей много, но все в радость. Дом в порядок привезти. Есть помощники. На кухне хозяюшек достаточно. И вообще, разве работой называется умение любить? Было поначалу очень трудно. Понимаете, притирка характеров очень. Дети с разными судьбами. Но мы нашли обоюдное. Друг другу полюбили. Я, видимо, вот этим заботой, вниманием, любовью, лаской, дети вошли ко мне в доверие. Вы знаете, все дети одинаковые. Их нельзя. Кто-то, кого-то больше, кого-то меньше. Я всех одинаково. Люблю, стараюсь все делать для детей. Нет, это не работа. Это, вы знаете, здесь уже прикипаешь душой, считаешь как своих родных детей. Настолько уже даже не представляешь смысл без этих деток, без этого дома. Дети для каждой мамы Кобринской детской деревни не получается называть показенному родитель-воспитатель. Это свет в окошке. Многие из них здесь с самого начала и не разочаровались, не разучились любить. Многие выпустили из своего гнезда по 20 детей, которые уже сами стали родителями и приезжают со своими детьми. Какое же звание можно присвоить этим женщинам? Наверное, мать-героиня в особой степени. Но не в наградах и не в хвалебных речах их счастья, а в признании своих детей. Должен быть кто-нибудь в доме, главное. Допустим, у нас мама. Маме помогают, ну, допустим, мы и дети. Вот. Ну, в принципе, каждое единое целое. Друг другу помогаем. Живем вместе, дружно. А вы любите друг друга? Очень. Ну, главное, помогать друг другу, любить друг друга, уважать, ценить, вот, держаться один другого. Чтобы даже если, когда выросли, и кто-то учится в одном месте, кто-то в другом, чтобы находили друг друга, держали связи. Семья, она остается всегда семьей. Мама дает нам такие советы, чтобы в дальнейшем мы были хорошими мамами. Нас учит мама готовить, там, убираться, ну, смотреть за ребенком, как, ну, как бы, вот, чтобы мы были хорошими мамами, чтобы мы никогда не бросали своих детей. В день юбилея детской деревни в Беларуси стартовала республиканская акция «Наши дети». И в рамках этих двух мероприятий в гости в Кобрин приехал главный учитель страны, министр образования Сергей Москевич. Был и удивлен, и поражен тем уютом, тем гостеприимством, открытостью и вежливостью всех членов большой семьи под названием «Кобринская детская деревня». Государство, использовав опыт, лучший опыт, который есть в других странах, в данном случае, вот как здесь, в Австрии, сделало очень и очень многое для того, чтобы создать вот такие условия, где семейная форма жизнеустройства, она дает возможность ребятам в значительной степени заменить вот семейный, домашний, комфортный уют в том случае, когда своя родная мама не в состоянии это сделать. Сегодня стартует акция «Наши дети». Это традиционная акция в нашей стране, которую, я бы сказал так, возглавляет глава государства, центральное мероприятие 24 декабря – это новогодняя президентская елка. А представительницы Белорусского союза женщин во главе с сопредседателем общественного объединения Антониной Муровой решили совместить приятные дела. Посетили перед началом торжества кобринскую многодетную семью «Новик». В рамках акции всем детям, а также родителям, были вручены новогодние подарки. Мы перед Новым годом, перед Рождеством посещаем многодетные семьи, чтобы помочь им как-то немножечко, вручить подарки, порадовать детей. Все-таки Новый год – это праздник чудес, Рождество – это вообще чудесный праздник, и детям всегда хочется какого-то чуда. Поэтому сегодня вот такое маленькое чудо совершилось в этой семье. На юбилей Кобринской детской деревни съехало столь много гостей и друзей, что вместить всех в зал Кобринского дворца культуры едва удалось. Полный аншлаг. Волнение у присутствующих обосновано. Особенно у виновников торжества, среди тех, кто относится к таковым, и нынешние воспитанники, и те, кто уже давно покинул стены родного дома. Они все принимали поздравления. Все, потому что друг без друга себя не мыслят, потому что держатся друг за друга, потому что готовы пройти вместе и огонь, и воду, и медные трубы. Вот они какие – мамы и дети Кобринской детской деревни. Они защищают себя своей любовью. Слова поздравлений, подарки, грамоты. И опять поздравления. Все так по-настоящему трогательно и искренне. И когда ключи от квартиры выпускнику вручал глава региона Константин Сумар, и когда руководитель Кобринского района Александр Зазуля каждую маму особо чествовал и звал по имени. Они достойны уважения, поскольку они женщины, они мамы с самой большой буквы. Та работа, которая проводится сейчас, и та задача, которую поставил президент страны именно по отношению тех деток, которые остались по той или другой причине без попечительства, без своих родителей, без папы, без мамы, как раз дает она свои плоды. И мы уже видим сейчас, что из тех детей, которые остались без родителей, у нас уже 1800 таких деток нашли свой приют в опекунских и приемных семьях. Это здорово. 36 домов, 7-ми натипа тоже функционируют. Ну и вот этот дом, большой дом, который называется деревня Кобринская или детская деревня, где уже за этот период времени вышло с этих стен более 280 молодых людей. Это говорит о том, что мы на правильном пути. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. В продолжении темы. 9 декабря текущего года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 572, согласно которому утверждаются дополнительные меры государственной поддержки семей, воспитывающих детей. Несмотря на то, что действовать документ начнет с 1 января будущего 2015 года, уже сегодня многих берестейцев интересуют вопросы, касающиеся нововведения. В частности, кто и когда сможет претендовать на получение так называемого семейного капитала? Каковы условия получения льготного кредита и на какие цели могут быть использованы выделяемые материальные средства? Ответ на эти и другие вопросы выясняла наш корреспондент Анастасия Стропко. Наверняка практически каждый житель Брещины не раз слышал информацию о том, что в области достигнут и сохраняется естественный прирост населения. Наша дружная берестейская семья ежегодно солидно пополняется. Только Брестский областной родильный дом уже второй год к ряду бьет рекорды по количеству принятых родов. На сегодняшний день мы имеем рост родов на 185 больше, чем в прошлом году. А в прошлом году у нас было за год 6219 родов. Это абсолютный рекорд. Еще никогда не было в Брестском роддоме такого количества родов, как в прошлом году. Был 88-й год, когда у нас было 6187 родов, а это уже 6219. Мы перешагнули этот рубеж. Так что идем мы с плюсами. Такая положительная динамика, несомненно, повод для радости и гордости. Люди – основной ресурс и главное богатство государства. И каждый новорожденный берестеец пополняет общую копилку будущих талантов и будущих достижений. А еще это отличный повод для своеобразного подведения итогов той работы, которая проводится в нашей стране по поддержке семей. Прирост населения во многом результат и главный показатель улучшения условий и качества жизни людей. Немаловажную роль здесь играет активное строительство жилья, школ и дошкольных учреждений, а также больницы, поликлиник. Самое большое количество многодетных семей это в нашей Брестской области. И мы уже говорили, что самое главное, что мы уже вышли на положительный баланс. У нас рождается больше, чем умирает. И этот баланс не только в городах, таких как Брест, Пинск, Баранович, а именно еще в шести сельских районов, которые имеют положительный баланс. Я уже посмотрел тенденцию. Вот в то время, когда начали серьезно заниматься, выполнять задачи президента по обеспечению жильем, жильем молодых семей, жильем многодетных семей, в разы начали увеличиваться рождаемость в том и другом регионе. А это даст как раз возможность, чтобы больше иметь нас не только многодетных семей, но там уже где двое детей, там третий будет обязательно уверен в это. Но самая главная поддержка семей, которые воспитывают детей, это не краткосрочный проект. В данном вопросе может быть даже больше, чем в любом другом. Важны стабильность и постоянное развитие. Примером последнего может служить недавно подписанный президентом указ о дополнительных мерах господдержки. Президентом Республики Беларусь 9 декабря этого года подписан указ номер 572 о дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей. Указ очень, мне кажется, своевременный и он будет направлен на социальную защиту наших семей, на материальную поддержку, на укрепление института семьи и, естественно, будет преследовать такие цели, как демографический прирост населения в Республике Беларусь. Данный указ предусматривает оказание помощи по трем направлениям. Условно их можно разделить на блоки. Первый блок – это семейный капитал. Второй – ежемесячная финансовая поддержка семей, которые воспитывают детей до трех лет и в то же время имеют детей от трех до 18 лет. Третий блок – это льготная в 5% ставка по кредиту на строительство, приобретение или реконструкцию жилья для молодых семей, имеющих двух несовершеннолетних детей. Но особое внимание приковано к семейному капиталу, условиям его получения и использования. Назначение семейного капитала будет производиться при обращении гражданина или гражданки в местный распорядительный или исполнительный орган, куда он должен будет обратиться с заявлением и пакетом документов, который, в общем-то, будет установлен Советом министров. Право на такое обращение граждане будут иметь в течение 6 месяцев со дня рождения третьего и последующего ребенка. А вот право на распоряжение этим семейным капиталом, оно наступит у граждан после достижения 18 лет с момента рождения или со дня рождения ребенка, третьего и последующего. Многие жительницы областного центра уже в курсе грядущих нововведений. И хотя те мамы, которых опросила наша съемочная группа, пока не являются многодетными, но они уверены, что такая поддержка государства – серьезное подспорье для семейного бюджета, зная о котором и решится родить еще одного ребенка гораздо проще. Я считаю, что это не просто поддержка, это как бы даже стимул какой-то о том, что твой ребенок в будущем уже хотя бы на какое-то время обеспечен образованием тем же самым. Я только за. Поэтому я даже вчера мужу говорила, что вот смотри, как здорово придумали. Безусловно, любая поддержка государства важна для каждой семьи, особенно если два ребенка. Я считаю, что это очень хорошая поддержка такая со стороны государства. И стимул есть детей рожать. Всегда хотела очень много детей, пока только один. Вот, ну как бы очень рады. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Напомню об основных. Расширенное оперативное совещание сотрудников профилактических служб Управления внутренних дел Брестской области с участием губернатора региона Константина Сумара прошло в городе Надбугом. Почетное второе место среди других регионов республики итог работы участковых инспекторов Брещины за этот год. Показатель говорит сам за себя. Эффективность профессиональной деятельности наших милиционеров была оценена достаточно высоко и продолжает служить примером. Однако не обошлось и без проблем. В тройку самых насущных, по мнению главы области Константина Сумара, вошли такие, как рост алкоголизации населения, распространение в подростковой среде психотропных веществ спайсов, а также подъем преступности в общественных местах. Поэтому поиск методов по решению этих набирающих силу недугов общества – главная задача, которую поставил перед сотрудниками милиции губернатор региона. Итог форума правоохранителей – выработка направлений деятельности на 2015 год. Оперативное совещание закончилось награждением лучших участковых инспекторов. Пятерым из пятидесяти вручили ключи от нового служебного автотранспорта. Остальные сотрудники профилактических служб органов внутренних дел Брестской области получили грамоты, нагрудные знаки и медали. Если брать средства мониторинга, которые проводятся по результатам и которые дают оценку уже устами самого населения, то я должен сказать, что отзывы не плохие. И, как правило, эти отзывы с каждым годом все улучшаются. И люди отмечают очень позитивное решение вопроса, позитивную оценку дают всем тем людям, с которыми им приходится сталкиваться, которым они приходят за помощью. Поэтому в этом плане люди очень хорошо оценивают работу участковых инспекторов. И в целом работник управления внутренних дел. Место встречи – диалог. Именно так можно обозначить встречу депутатов городского совета с представителями детского и молодежного парламента Бреста. Две ветви власти, два видения дальнейшего развития Бреста и совершенствования совместной работы. К слову, в таком формате молодые делегаты и чиновники встречались впервые. Открытый диалог длился на протяжении нескольких часов, так как эта встреча первая. Знакомились с работой двух парламентов, а также изучали возможные пути для дальнейшего сотрудничества. Впереди 2015 год, который для Бреста станет знаковым во многих сферах. Кроме того, что Брест на 365 дней станет культурной столицей страны, 2015-й обозначен главой государства как год молодежи. Самое время определить направление для дальнейшей активной плодотворной партнерской деятельности. В Бресте на территории предприятия «Санта-Брэмор» прошли совместные учения спасателей Беларуси и Польши по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера. В них принимали участие пожарно-спасательные подразделения Брестского городского отдела ПЧС и Государственной пожарной службы польского города Лосица. В ходе учений, проходивших в рамках проекта «Международной технической помощи, развитие, трансграничное сотрудничество для защиты людей и окружающей среды на приграничной территории Польши и Беларуси», были отработаны вопросы взаимодействия всех содействованных структур по нескольким вводным. Все поставленные в ходе учений задачи были успешно выполнены. Это были вторые совместные тактико-специальные учения на территории Брестской области в 2014 году. Первые состоялись в июле на территории свободной экономической зоны Брест. Мы сегодня можем сказать, что в принципе по экипировке личного состава, по наличию техники мы уже одинаковы. Если еще лет 15 назад была существенная разница, то сегодня мы уже нисколько не отстаем по мощности техники, по их тактическим данным. То есть в принципе одинаково. Но сами подходы в ликвидации таких сложнейших пожаров или ситуации аварийных, значит, они имеются. Мы их выявляем и находим общее решение для того, чтобы это все-таки было более эффективно. С 9 по 12 января в 27-й раз в городе над Бугом приоткроется завеса в царство музыки. Январские музыкальные вечера вновь готовы удивлять искушенного зрителя. Более 300 музыкантов и вокалистов из 11 стран мира выступят на концертных площадках Брестского академического театра драмы, музыкального колледжа имени Григория Ширмы, а также костела, где состоится концерт органной музыки. На вечере открытий поклонников музыкального форума ждет настоящий подарок – мастер-класс пианистки, профессора из Литвы Вероники Витайте, а также выступление кумира многих поколений любителей эстрадной и классической музыки, народного артиста России Сергея Захарова. Беларусь, Россия и Литва, Польша и Германия, Нидерланды, Молдова, Грузия. Более того, впервые в фестивале примет участие пианистка из Швеции. Во второй фестивальный день, 10 января, Молодежный музыкальный народный театр из Молодещина представит на суд зрительный оперный спектакль «Михаил Клеофас-Агинский. Неизвестный портрет». На экваторе музыкального марафона произойдет еще одно не менее важное для нашего города событие. В рамках январских музыкальных вечеров, в один из дней, эстафету город Гродно будет передавать городу Бресту, эстафету культурной столицы, город Брест, культурная столица 2015 года. 11 января состоится рождественский бал. Событие, которое станет достойным аккордом в канун последнего дня январских музыкальных вечеров. По словам бессменного директора и художественного руководителя фестиваля Лилии Батыревой, свободных мест на музыкальные вечера почти не осталось. Поэтому поклонникам классической музыки стоит поспешить с приобретением билетов на встречу с Ее Величеством музыкой. Вы смотрите итоговую программу BookInform. Продолжаем разговор об интересном, актуальном, важном. До Нового года осталось 18 дней, и город над Богом уже почти готов встретить один из самых любимых взрослыми и детьми праздников. Сотни разноцветных огней и гирлянд украшают улицы областного центра, сверкают фасады магазинов и административных зданий. На площадях стоят красавицы-елки. Праздничная иллюминация создает незабываемую атмосферу, преображает улицы и добавляет новые яркие краски в привычные декабрьские серые дни. Все говорит о том, что уже совсем скоро придет сказка, и наступит Новый год. Какой сюрприз подготовили городские власти брещанам на Новый год? И когда главная зеленая красавица областного центра будет радовать гостей и жителей Бреста своим богатым убранством и множеством разноцветных огней? За ответами на эти вопросы наша съемочная группа обратилась к специалистам. Виктория Драгобецкая продолжит тему. В городе уже давно, порядка месяца, как начали мы готовиться к Новому году. В принципе, вы все видите, что новогодняя елка на площади день практически завершена. Ее сборка идет сейчас, настройка режимов работы, иллюминации. Там установлено порядка 5600 лампочек, они могут работать в 70 режимах, 20 композиций. То есть каждый год позволяет новую подсветку давать на елке. Уже в следующую субботу, 20 декабря, главная городская елка заиграет тысячами разноцветных огней. Лазерное шоу, игры, хороводы и фейерверки. Прадедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. Праздничная программа торжественного открытия главной городской елки обещает стать самой яркой и насыщенной за последние годы. Еще на прошлой неделе сотрудники Брест-Горсвета колдовали над установкой главной областной зеленой красавицы на площади Ленина. И вот сегодня каркас, на обрамление которого ушло около 150 маленьких елочек, уже смонтирован. А запах лесной хвои создает настоящую новогоднюю атмосферу. Кстати, высота главного атрибута всех предстоящих народных гуляний – 25 метров. Однако, появление красавицы елки – это полдела. Традиционно, во время новогодних праздников, на площади будет работать сказочная техника и персонажи. В преддверии новогодних праздников наше предприятие предусмотрело различный спектр услуг. Что касаемо новогодних елок, это будет выезд на площадь Ленина и возле здания администрации Московского района. На площади Ленина у нас будет работать и медленная печка, паровоз, карета, ослик и верховая лошадь. По традиции, к новогодним гуляниям готовится городской парк культуры и отдыха. Каток на Малом озере залит, подготовлены пункты прокатов саней и лыж. Главное, чтобы погода не подкачала. Что касается работы предприятия непосредственно на территории, значит, будет организован каток для проката коньков, значит, будет работать пункт проката финских саней и лыж при соответствующем температурном режиме. Значит, будет работать комната джунгли, также у нас будут проводиться новогодние утренники для детей и в дискозале будут проводиться корпоративы для взрослых. Кроме красавиц-елок и других атрибутов праздника, создавать особое новогоднее настроение будет сказочная иллюминация. Уже сегодня разноцветные огни и гирлянды украшают улицы, витрины магазинов и фасады административных зданий. А около здания ЦУМа появилась аллея из светящихся бабочек. Не обошлось и без так полюбившимся многим плачущего каштана и одуванчиков на бульваре Шевченко. Яркая подсветка деревьев привнесла в атмосферу будней уходящего года толику волшебства. Однако, кроме традиционной иллюминации, волшебники света и огней подготовили жителям еще несколько новогодних подарков. Где-то порядка полутора месяцев назад был объезд мэра города и даны поручения, чтобы собственники зданий, сооружений, особенно по Мошерово, Московской, уделили особое внимание подсветке города к Новому году. И вы увидите в этом году подсветку двух новых зданий. Это в районе, ну, сразу угол Ленина и Мошерова, где треугольником выходят балкончики. Там новая подсветка, будет контурное здание. И на Московской, это, как так называют, китайской стены. Эти светящиеся одуванчики давно стали достопримечательностью бульвара Шевченко. Однако Новый год – это новые сюрпризы, и Бресгорсвет их уже подготовил. Совсем скоро бульвар Шевченко передаст эстафету новогодней иллюминации бульвару космонавтов. Наверняка светящиеся украшения на бульваре в центре города гармонично дополнят рождественский наряд. Однако, как известно, Новый год – самое долгожданное событие, от которого по-прежнему ждут чудес и волшебства. Поэтому осталось дело за малым – выбрать родным и близким подарки под елку. А праздничное убранство города прекрасно дополнит забытое ровно на год ощущение предновогодней суеты и детства. Виктория Драгобецкая, Витр Халявка, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Международная выставка-конкурс малых форм графики и экслибриса во второй раз пройдет в Бресте в 2015 году. Это продолжение большого художественного проекта, который взял свое начало в 2009, продолжился в 2013 году. Триеннале «Мир и война» будет посвящена 70-летию Победы, отметил брестский художник-график, автор проекта и куратор выставки Александр Григорьев на состоявшейся пресс-конференции для представителей средств массовой информации. В рамках которой состоялась безвозмездная передача Брестскому областному краеведческому музею гравюр известного советского художника-графика Анатолия Калашникова из личной коллекции Александра Григорьева. Тему продолжит Лариса Осмолович. Несколько лет назад в средствах массовой информации описали большое искусство малых форм графики и экслибриса выходит на международный уровень. В рамках проекта, инициированного брестским художником-графиком Александром Григорьевым, в отеле «Эрмитаж» прошла первая выставка-конкурс под названием «Беловежская пуща». В ней приняли участие 310 художников из 45 государств мира. Продолжение нашло себя в прошлом году «Игры царей». Таково название выставки, посвященной 400-летию дома Романовых. Именно она положила начало статусу международной выставки малых форм графики и экслибриса. Активно поддержал начинанием министр культуры Беларуси Борис Светлов. Это не выпадковый выбор, именно для такой жанровой формы. Но, по-перше, это обмежевывает колькость художников. По-друге, это ставить некие такие рамки для того, как профессийное мастерство. И оно было поднято вельми высокой планкой. И вот это дало мощность отобрать по конкурсе лепшие с работы. И я уверен, что это именно так. Проект Александра Григорьева отличается масштабностью и задумывался как длительный процесс. И он в конечном итоге сформировал некий культурный кластер творческой инициативы. Международную выставку конкурс поддержало Управление культуры Брестского облсполкома. А потому проект 2015-го, под говорящим названием «Мир и война», посвященный 70-летию Великой Победы над фашизмом, уже стартовал и набирает обороты. На пресс-конференции сообщили, что уже 14 авторов прислали свои работы. География заявок достаточно широка. Восточная и Западная Европа, Япония, Нидерланды, США и Аргентина. Уже работа закрутилась, уже работа начала. Я думаю, мы с 9 мая по 9 июня 2015 года увидим достойную выставку, которая будет представлена нашим горожанам, ну и гостям нашего города. Хочется отметить, что данное мероприятие будет проходить в рамках культурной столицы Брест 2015 года. Ну и надеюсь, что мы на достойном уровне покажем данное мероприятие. На выставке, открытие которой состоится 9 мая 2015 года, будут представлены лучшие работы, лучших графиков мира. Победителей определит международное жюри, в составе которого признанные мастера экс-либриса и малых форм станковой графики. В майские дни пройдет и награждение. Как признался автор проекта Александр Григорьев, вся задумка проекта в том, чтобы как можно больше людей узнало о том, что есть такая страна, как Беларусь. А в Беларуси великолепные художники. У нас очень много действительно очень талантливых художников, особенно графиков. Ну, особенно графиков, я подчеркиваю. Есть и скульпторы, все талантливые, но в Беларуси на самом деле очень талантливый народ. И это было бы преступлением не сделать такой проект именно в Беларуси. Да, трудно, да, тяжело, да, не понимают. Это все надо преодолеть. Я думаю, что я не из слабых. И я это все выдержу, и все будет в порядке. Развитие изобразительного искусства, развитие культуры – это только не творческие союзы должны делать, а прежде всего органы исполнительной власти. Вот сегодня тандем получился, понимаете. И поэтому я слова благодарности Саше, что он на правильном пути, учитывая, что он культурная столица. Это как праздник. Это все вторично. Кто будет определять победителей? Сегодня мы должны, главное, работать на результат. И как логическое завершение пресс-конференции – безвозмездный дар гравюр известного советского художника графика Анатолия Калашникова Брестскому областному краеведческому музею из личной коллекции Александра Григорьева. Все работы с авторскими подписями, все оригиналы. Замечательная работа с филографией. Спасибо. Дим, храните, храните главное, чтобы показывали все. Я хочу сказать, что для нашего музея это действительно бесценный подарок. Анатолий Калашников является одним из столпов. Молотков в графике известен не только на просторах Грушевского, Советского Союза, но и действительно все далеко за рубежом. У нас до этого момента не было ни одной работы в фондах. И действительно этот подарок является для нас очень-очень дорогим. Я думаю, это достойный камень в наш фундамент нашего тренажа. Абсолютно. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Букинформ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. В воскресенье погоду в Брестской области будут формировать воздушные массы атлантического происхождения и фронтальный раздел, смещающийся на юго-восток республики. Ночью на большей части территории региона пройдут кратковременные осадки, мокрый снег, дожди. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедится, паровистый юго-западный ветер. Ожидается до 2 градусов выше нуля ночью и до плюс 3 в течение дня. Таков температурный фон 14 декабря. В понедельник, 15 декабря, Брещено будет находиться в области повышенного атмосферного давления под влиянием воздушных масс атлантического происхождения. Ночью по области пройдут кратковременные дожди. Днем будет пасмурно, но без осадков. В отдельных районах туман, гололед на дорогах гололедится. Температура воздуха минимальная ночью 0,2 днем до 3 градусов выше нуля.